МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова стрельба. В Днепре из автомата расстреляли автомобиль бизнесмена. Что говорит полиция? Золотые тарифы. Кому за свет и воду платить больше придется? Сегодня история с обысками в мэрии Ужгорода получила продолжение. Генпрокурор обвинил зама городского головы во взяточничестве и заявил, что тот в бегах. Где на самом деле Иштванцап? Разбиралась Марина Коваль. После обыска в Ужгородской мэрии вчера поздно вечером на странице генпрокурора в Фейсбуке появилась информация. Первый зам городоначальника Иштванцап взяточник. 40 тысяч гривен требовал у предпринимателя за разрешение на приватизацию земли. Деньги, по данным Юрия Луценко, получил посредник. Его задержали. После этого, пишет генпрокурор, ЦАП подался в бега. И порекомендовал ему немедленно явиться с повинной и сообщить, кому предназначались деньги. Сегодня рабочий кабинет Иштванцапа закрыт. Мэр объясняет, его зам в командировке. Хотя признает, последние сутки на телефонные звонки не отвечает. Официально Иштванцап находится в Идряжине в Киеве. Вчера до беда спелкувался, после беда не спелкувался. На связь ЦАП вышел в Фейсбуке. Мол, уронил телефон на нерасчищенный тротуар в Киеве и разбил его. Сейчас находится в Житомире. Денег пишет не брал, ни о каком посреднике ничего не знает. Кому задержанный должен был передать в мэрии деньги, не в курсе и градоначальник. Говорит, вчера правоохранители обыскивали только рабочий кабинет ЦАПа, были и у него дома. Что искали, городской голова не знает. А вот в СБУ, уверяют, в Ужгородской мэрии работала целая схема, по которой с предпринимателей требовали взятки. Суммы колеблется от 2 до 10 тысяч долларов. О подобных схемах ни духом, ни слухом и депутаты. Они сегодня собрались на сессию, рассматривают в том числе и земельные вопросы. Но приватизацию участка, из-за которого разгорелся скандал, с повестки дня сняли. Речь идет о приватизации земельного участка фирмой Даба. Предприниматель, который числится по документам руководителем компании, комментировать историю о взятке не захотел. Впрочем, официальной информации о том, что Иштван ЦАП подозреваемый, у мэра Ужгорода нет. А значит, и отстранять его от должности пока не будет. Ждет своего зама на рабочем месте завтра. В пятницу заканчивается командировка. Марина Ковадь, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Украина может получить миллиард долларов от МВФ уже в ближайшие недели. Об этом в Вашингтоне заявил спикер фонда Уильям Мюррей. Но уточнил, украинским властям прежде нужно решить еще несколько вопросов. Каких именно, не сказал. Мы поддерживаем тесный контакт с властями. У Вас осталось несколько проблем, и они должны быть разрешены для окончательного принятия меморандума об экономической и финансовой политике. Документ находится на финальной стадии. В Николаеве сегодня неожиданно закрылись практически все обменники. Причиной тому внеплановая проверка Нацбанка. Пока ревизоры находились в городе, валюту на гребне можно было поменять только в кассе НБУ или двух пунктах обмена, которые остались работать. Чем ревизоры испугали валютчиков, выяснял Кирилл Ющишин. Причина, проверка Нацбанка. Время проверок. Говорят, большинство даже официально зарегистрированных пунктов закрылись просто, чтобы избавить себя от хлопот. Почему остальные закрылись, мне неизвестно, к сожалению. Ну, по каким-то, возможно, техническим причинам. Присутствует вторая инструкция, 297-я инструкция НБУ. Говорит о том, что в случае наличия пяти нарушений в течение года, НБУ имеет право отозвать лицензию. Видимо, из-за проверки сегодня с городских рынков исчезли и нелегалы-валютчики. А в редких официальных обменниках, которые все же продолжали работать, возник ажиотаж. Даже сформировались очереди из 10-15 человек. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Очередное подорожание. Цены на холодную воду поползут вверх. Такое решение приняла Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам. Тариф поднимут более 50 водоканалов по всей стране. 36 поставщиков, которые уже повышали цены на водоснабжение в прошлом году, увеличат стоимость услуг на 9%. Теперь у них куб холодной воды будет стоить почти 11 гривен. Еще 18 компаний, которые тарифы еще не пересматривали, повысят цены кубометра на 37% до 12,5 гривен. Когда именно новые расценки появятся в платежках, пока неизвестно. Несмотря на обещание снизить тарифы на электроэнергию для предприятий, с 1 февраля они тоже снова вырастут на 1,3%. Это значит, говорят эксперты, украинцам стоит готовиться к возможному подорожанию проезда в метро, трамваях, троллейбусах и поездах. Еще один подарочек для предприятий подготовил «Нафтогаз». С февраля тариф на голубое топливо для них вырастет более чем на 20%. Платить придется свыше 9 тысяч гривен за тысячу кубометров, но если компания закупает меньше 50 тысяч кубов, отдать придется уже 10 тысяч. Связано это с подорожанием реверсного газа и девальвацией гривни. Эксперты уверяют, такое резкое повышение может существенно ударить по промышленности, платить смогут не все и некоторые предприятия вынуждены будут остановиться. К тому же новые тарифы приведут к росту цен и инфляции. Это непосредственно повлияет на индекс цен промпроизводителей, так называемых, которые по сути подталкивают за собой инфляцию или стимулируют инфляцию. В конечном итоге подорожает, вероятно, все. Подорожает сначала продукция промышленности, потом это все повлияет на рост цен для конечного потребителя, начиная от роста цен для продукции сельхозпроизводства. А вот для руководства «Нафтогаза» повышения, похоже, не страшны. Зарплата главы правления компании Андрея Коболева около 3 миллионов гривен в месяц. А в этом стало известно из документов, которые появились в СМИ. Больше миллиона гривен Коболев получает в качестве ежемесячной зарплаты. Еще миллион – ежемесячная гарантированная премия. А третий – это поощрение за вклад в общие результаты работы. Таким образом, всего в конце каждого месяца Коболев может получать на руки 3 миллиона и 123 тысячи гривен. О том, насколько часто руководителям начисляют премии, в «Нафтогазе» умалчивают. А сам Коболев неоднократно заявлял, что хорошему специалисту нужно платить много, чтобы не стал коррупционером. Впрочем, высокую самооценку руководителя «Нафтогаза» разделяют далеко не всем. Например, представитель профсоюза в парламенте Сергей Каплин возмущен многомиллионной зарплатой Коболева. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. Нардеп уже обратился в Кабмин с запросом о пересмотре оплаты труда топ-менеджмента «Нафтогаза». Кроме того, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин требует отменить судебный сбор на иски, в которых граждане оспаривают коммунальные платежки. Проект законоснижающего судебный сбор до нулевой ставки он уже внес на рассмотрение Верховную Раду и надеется, что депутаты оперативно его рассмотрят. На следующей неделе МВД расскажет подробности расследования убийства Павла Шеремета. Такую новость на своей странице в Facebook сообщил Арсен Аваков и добавил, кроме следователей никто не знает деталей. Правда, как тогда расценивать недавние откровения советника министра Антона Герасченко? Пиар, фейк или слив? Варианты перебирали наши корреспонденты. Детали расследования убийства Шеремета известны только следователям. Никто другой не уполномочен обнародовать выводы расследования. Об этом сегодня на своей странице в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Но почему же тогда его советник, нардеп Антон Герасченко, буквально три дня назад подробно рассказал о том, что причастные к убийству Шеремета связаны с покушением на него самого? Судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. И сказал это нардеп в присутствии пресс-секретаря-министра. Не в информагентстве и даже не в кулуарах парламента, а в пресс-центре МВД. Того самого, где журналисты сотни раз пытались узнать, кто же стоит за убийством Шеремета. Но тщетно. Слова Герасченко вызвали бурю негодования. Так, бывшая коллега Шеремета, главред украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик, потребовала от Авакова рассказать, откуда же у депутата такая информация. Ведь в МВД категорически отказываются рассказывать какие-либо детали об этом деле. И полгода спустя неизвестны ни имена заказчиков, ни исполнителей. По словам Герасченко, его так же, как и Шеремета, хотели убить с помощью взрывчатки. Но СБУ якобы удалось перехватить злоумышленников и предотвратить теракт. Интересно, что сегодня в СБУ заявили, таких данных у них нет. На жаль, я, снова таки, не могу давать информации, которые самые свидетельства дают заарештованные люди, которые планировали убийство народного депутата. Скажу лишь одно, что доказательств избранных служб безопасности на этапе подготовки этого злочин у нас достаточно для того, чтобы они пошли в тюрьму. Есть данные, что они причинены к убийству Шеремета? Нет, таких данных у нас нет. Эксперты уверены, слова Герасченко – повод немедленно провести внутреннее расследование в МВД. Есть криминальная ответственность за распространение информации, которая является тайной следствием. И если такой вытек информации происходит, то, на самом деле, должна подумать про это сама полиция, потому что это шкодит тем, кто расследует дело. Это работа на злочинцев. И если происходит такой вытек, не имеет значения, с чьей хвост он прозвучал, проверку должны делать на самом деле те органы, которые ведут расследование. Так кто же все-таки врет? Антон Герасченко, возможно, решивший попиариться на гибели журналиста? Или фейсбучный министр, которому явно известны детали этого дела? И не хочет ли кто-то повесить убийство журналиста на непричастных, а следы настоящих киллеров и заказчиков скрыть? Эти вопросы пока что без ответа. Но они обязательно будут. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. В Днепре из автомата Калашникова расстреляли автомобиль охранной фирмы. Один человек, бизнесмен, погиб. Двое охранников тяжело ранены. Это произошло в среду вечером. Преступники пока не задержаны. Нападение произошло возле студенческого городка Университета железнодорожного транспорта. Около девяти вечера. Следователи уже восстановили картину происшествия. Бизнесмен в автомобиле частной охранной фирмы подъезжал к своему дому. Двое неизвестных открыли по машине огонь из автоматов Калашникова. Сделали с автоматичной оружием понад 30 пострелов в биг автомобиля, который належит охранной фирмы. Два человека, это охранники, они доставлены до лекарни с вогнепальными поранами. Они были в бронежилетах. А человек, 63-го года, бизнесмен, погиб на месте, отрыванных поранами. Бизнесмена буквально изрешетила пулями. Охранников лишь благодаря оперативным действиям врачей скорой довезли в больницу живыми. Сразу позвонили, готовьте врачей. Две бригады скорой помощи летят, везут пострадавших. Одного охранника сразу же прооперировали. Извлекли из груди пулю. Сейчас пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании. Состояние второго пострадавшего критическое. Пуля одна попала, пробила легкая. Остановилась, пробив канал спинного мозга. Остановились позвоночники. Но вероятно, что пуля зацепила спинномозговой канал. И, конечно же, будут громадные проблемы в дальнейшем. Надеемся его также спасти. Состояние крайне тяжелое. Он много потерял крови. Врачи, кстати, не подтверждают версию полиции, что охранники были в бронежилетах. Не знаю, были они в бронежилетах. Если были, то, наверное, охранения не было. Не знаю. О погибшем 54-летнем бизнесмене. Известно, что он занимался оптовой продажей валюты и был владельцем нескольких обменных пунктов в Днепре. В тот вечер у него с собой была крупная сумма – несколько десятков тысяч долларов. Мужчина всегда пользовался охраной. С тех пор, как два года назад на него уже было совершено покушение. До этого на человека уже было скояно разбийный напад, поэтому он вернулся до охраны в инструкторе. Также у него была вкрадена сумка, в которой находились рушевые кошки. Полиции не сообщили приметы нападавших и марку авто, на котором они передвигаются. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». В городе объявлен план «Перехват». Анна Демиденко, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал «Интер» Днепр. В Одессе стрельба средь бела дня закончилась тем, что пострадавший в больнице, а стрелок покончил с собой. В полицию утверждают, что все началось со словесной перепалки. Пенсионер сделал замечание мужчине, который собирался на мопеде заехать на территорию рынка. А тот в ответ открыл по прохожему огонь из пистолета. Ранил в шею и плечо. Пострадавшего прооперировали. Нападавшись, скрылся. Правоохранители начали поиски и к вечеру заметили его в другом районе Одессы. Увидев патрульных, он на ходу снял шлем и выстрелил себе в голову. Местные СМИ высказывают также предположение, что это был не банальный бытовой конфликт, а попытка заказного убийства. И киллер в данном случае предпочел суицид задержанию. Проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению мотива совершения преступления. И просто шокирующее преступление в городе Кагарлык Киевской области. Бандиты пытали утюгом предпринимателя. Ночью четверо злоумышленников через окно проникли в дом бизнесмена. Они долго пытали хозяев, хотели узнать, где спрятаны ценности. Сейчас супруги с ожогами в больнице. С начала года это уже 16-й случай разбоя в Киевской области, а раскрыты пока только пять. Борьбу за кресло главы нацполиции продолжат только десять кандидатов. Так, сегодня члены комиссии прокомментировали результаты недавнего тестирования на логику. Из десяти отобранных претендентов четверо действующие сотрудники МВД и занимают руководящие должности. Это начальник полиции Донецкой области Вячеслава Броскин, руководитель Одесской областной полиции Дмитрий Головин, глава департамента Угронацполиции Сергей Князев и замглавы ведомства Константин Бушуев. Следующий этап собеседования. Начать его планируют уже со следующей недели. Ежедневно у двоих кандидатов будут брать интервью, но результаты общественности не увидят, не покажут. Завершить конкурс обещают до 6 февраля. Из десяти претендентов отберут троих и представят министру внутренних дел на рассмотрение. Однако, уточняют комиссии, есть вероятность, что и после конкурса ни один из кандидатов не займет место главы нацполиции. Такие риски существуют, оскольки наши решения имеют только рекомендационный характер. Но на мой взгляд, эти риски минимальны, оскольки, если создана такая комиссия, если она работает, если она дает рекомендации, то было бы очень удивлен, если бы до этих рекомендаций не стал бы прислуховываться. Напомню, буквально вчера от участия в конкурсе отказались исполняющие обязанности главы нацполиции Вадим Троян и Андрей Крищенко. Последний мотивировал свой отказ провалом операции в Княжичах. Напомню, именно он тогда руководил действиями полицейских. И вот сегодня глава ГПУ Юрий Луценко заявил, для руководства операции в Княжичах могут переквалифицировать статью на умышленное убийство. Сейчас им предъявили подозрение в служебной халатности, которая привела к человеческим жертвам. Окончательное решение следователи ГПУ примут после завершения всех экспертиз. Кроме того, Луценко сообщил, ценности из дома, возле которого произошла перестрелка, после грабителей вынесли еще и полицейские. Напомню, в селе Княжичи 4 декабря прошлого года произошла перестрелка между правоохранителями. Погибли 5 человек. Погорел на взятке. Правоохранители на горячем задержали помощника нардепа от радикальной партии Ляшко. Сразу после получения денег. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Это Алексей Бевзюк уточнили в нас полиции. Он помощник нардепа Алексея Кириченко. Задержанный, прикрываясь своими полномочиями, вымогал у потерпевшего по 5000 гривен ежемесячно за крышевание незаконного и горного бизнеса на территории Деснянского района столицы. Всего требовал 200 тысяч. Деньги брал регулярно. Задержали его после получения очередного платежа. Грозит Бевзюку до 8 лет тюрьмы. Существование парламентской коалиции под угрозой. Ряды большинства собираются покинуть еще как минимум 10 нардепов. Об этом заявил депутат Юрий Бублик, который сам вышел из фракции БПП пару дней назад. По его словам, многие нардепы уже написали заявление о выходе из большинства, но спикер до сих пор информацию не обнародовал. Впрочем, фамилии нардепов Бублик не озвучил, но утверждает, коалиции уже нет. В БПП эту информацию пока не комментируют. Жива ли коалиция? Суммарно БПП и Народный фронт насчитывает 222 депутатов, в то время как коалиция должна состоять не менее, чем из 226. Ситуацию спасали 11 внефракционных, которые якобы вошли в большинство. Что ждет коалицию, если как минимум 10 нардепов покинуть ее ряды? Мы спросили у политологов. Что касается коалиции, так и так нет. Никто список коалиции так и не увидел новых. Если реально арифметично пораховать, то можно увидеть, что там где-то, дай Боже, 205-210 депутатов. Все інше – это суто теоретично. И, условно говоря, можно говорить с уверенностью, что все основы для достраковых выборов уже давно створены. В данном случае можно целиком говорить, что або показывать, где у вас коалиция, хотя бы список конкретных участников коалиции, або просто распускать в парламент. Выход из коалиции такого большого числа депутатов будет означать кризис коалиции, правительственный кризис, кризис парламента и возможность дострочных парламентских выборов. Вы что думаете, депутаты так хотят досрочных выборов? Сейчас даже никто не знает, есть коалиции вообще или нет. Там есть, если дальше есть голосов. По-моему, их нет. Если бы не были, то, наверное, спикер Поруби давно бы уже зачитал список в силе «Вспомним всех поименно». В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции армейцев из тяжелого вооружения. Один военный погиб. Стреляют противники и по населенным пунктам. Сначала выпустили ракеты по Красногоровке, а затем залповым огнем накрыли на Возвановку. Ирина Баглай расскажет подробнее. Для Лидии Иосифовны очевидно, кто бьет из орудий по Красногоровке. Ее дом фактически на передовой. ДНР. Вот, стреляют постоянно. Сегодня до трех часов стреляли. Дня начали. Туда дальше нельзя туда выходить. Работает. Там кирпичный завод. Вот здесь есть еще один трехэтажный дом. Там они стоят. Эти самые снайпера. Ну вот оттуда все время бьют. 500 метров отделяют частный сектор Красногоровки от оккупированной Старомихайловки. Вот за этим полем уже позиции боевиков. А по этой ракете, разорвавшейся град партизан, четко видно направление, откуда ее выпустили. Дура торчит. Ну, как мне сказали ребята, это партизан одноразовый. Вот это такая, несмотря на то, что один, а видите, какая и земля мерзлая. Ужасная. Сила была ужасная. Военные подтверждают, вчера, когда начался обстрел, были на посту. Ракеты летели прямо над головами. Первый пристрелочный выстрел Града. То есть я услышал, как пролетел снаряд. Тоже все по житловому массиву. Надо мной прошло, да. Оттуда расстояние где-то Старомихайловка, ну, район Шахт. Это переносная установка партизан. Потому что если были машины, было видно, но машин там не было. То есть установка, вышли, выставили. Выстрел. Сложились, уехали. На другую сторону переехали, опять разложились. Всего выпустили пять ракет. Несколько разорвались возле многоэтажных домов. Я на лоджи был. После этого я только вышел на улицу. Сначала зашелестело, потом рвануло. Я не успел присесть даже. Первый у меня в зале стекла полетели. Второй выстрел был. Тогда на кухне уже полетели. Первый обстрел был 13 июля 2014 года. И пока еще ничего не прекратилось. У Лидии Иосифовны сомнений, когда закончатся боевые действия, нет. Если бы россияне забрали оттуда солдат, технику, война бы закончилась. Лично я так думаю. Глупости какие сомнимаются. У меня есть там эти самые, внучка, там как она училась, осталось просто некуда. Они все видят. Что там сомневаться? Вот это никто, это россияне. Ну что тут непонятно. Ночью наемники не успокоились. Красногоровку и Марьинку накрыли минометным огнем. А в Луганской области поселу Новозвановка выпустили 20 ракет из реактивной установки залпового огня «Град». Решение суда Евросоюза о запрете снимать санкции с российского военного концерна Украина будет использовать для получения компенсации от России. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. Напомню, в решении суда говорится, что Антей Алмаз производит вооружение, в частности ракеты «Земля-воздух» для российской армии, а власти передают их незаконным фарбированием на Донбассе. Министр также сообщил, что 16 января Украина подала в Международный суд ООН иск против России. В нем обвиняют Москву в финансировании боевиков и многочисленных нарушениях прав человека на оккупированных территориях. По словам Климкина, решение суда ЕС может стать юридическим аргументом для признания российской агрессии. Настоящим успехом Павел Климкин назвал вчерашнюю резолюцию по СЭПа Украине. Напомню, ассамблея призвала не менять языковое законодательство и учитывать права национальных меньшинств. Кроме того, внести правки в закон о люстрации с учетом выводов Венецианской комиссии и соблюдать права оппозиции. Министерство иностранных дел прокомментировало и украинско-польский скандал. В МИД сообщили о дипломатической ноте, которую получили от польских коллег. Напомню, СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоми. По официальному заявлению за участие в марше, во время которого звучали антиукраинские лозунги. Официальная Варшава заявила, что не представляет дальнейшего сотрудничества, если Украина не отменит это решение. Мы занепокоены той количественности антиукраинских и антипольских провокаций, которые за последние три года, или последние два года, я бы сказала, с момента российской агрессии, почастейшели как в Польше, так и в Украине. И это не может не бентежить ни нас, ни польскую сторону. Мы получили ноту польской стороны, направили ее к компетентных органам Украины. На сегодня это вопрос работает, мы работаем над этим вопросом. Это вопрос зависит к компетенции СБУ. Первый и решающий. Важность этого визита сложно переоценить. Президент США принимает в Белом доме первого зарубежного лидера, британского премьера. Найдут ли общий язык Дональд, Трамп и Тереза Мэй, несмотря на былые противоречия между странами? Расскажет Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Она садится в автомобиль, значит визит в США состоится. Тереза Мэй с раннего утра спешит в аэропорт, лететь за океан с важной миссией. Как только кортеж премьера покинул Даунинг-стрит через вот этот черный вход, эксперты взялись гадать. Поладят ли два одиноких волка большой политики? С одной стороны, теплых чувств они друг к другу никогда не испытывали, даже наоборот. Но с другой стороны, Тереза Мэй и Дональд Трамп представители двух крупнейших экономик. Нужны друг другу и сотрудничать придется так или иначе. Я очень рада, что встречусь с президентом Трампом так быстро после его вступления в должность. И это знак, что особые отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами сильны как никогда. Об этих особых отношениях только и разговоров. США и Великобритания уже больше 70 лет партнеры номер один и в торговой, и в политической сфере. Королева Елизавета II по-особому принимает американских президентов в Букингемском дворце. Кэмерон с Обамой дружили, играли в гольф, но разошлись во мнениях, когда дело дошло до зоны свободной торговли. Может, когда-то и подпишем торговое соглашение между двумя странами, но совсем не скоро, потому что сконцентрированы на большом блоке Евросоюзе. Ну и для сравнения, у Трампа совершенно иные взгляды на вопрос единства ЕС. Это не сработало ни там, не сработает и здесь. Называйте меня мистер Брэкзит. И все стало с ног на голову. На повестке дня сейчас именно торговый договор между двумя странами, которого не хотела Бама. Трампа обещал подписать его в рекорд на короткие сроки. Даже могучей Америке сейчас нужны друзья, несмотря на такого самоуверенного нового президента. И Великобритания, частично из-за удачи, частично из-за хитрости, вдруг оказалась в самом начале списка друзей. Мэй в эти минуты только приземлилась в Филадельфии, где встречается с республиканцами. А переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне с глазу на глаз запланированы на завтрашний день. Если премьер выторгует выгодную сделку, ее первый визит в США можно будет считать первым большим успехом. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Черный день для нелегалов. Дональд Трамп начинает выполнять предвыборные обещания. Кого теперь депортируют из США и кто все-таки заплатит за стену на границе с Мексикой? Дмитрия Нопченко об этом. Когда в ходе избирательной гонки Дональд Трамп обещал стране эти перемены, многие тогда решили, что это нереально, это просто агитация. Но сейчас, сейчас указы подписаны и коснутся они 12 миллионов человек, которые находятся в Соединенных Штатах без разрешения или с просроченными визами. Новый президент распорядился выдворять из Соединенных Штатов всех иностранцев с криминальным прошлым или обвиняемых в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, разработают систему наказаний, помилуют лишь тех, кто прибыл в США с детьми. Кризис на нашей южной границе в разгаре. Наплыв нелегальных мигрантов просто беспрецедентный. Кроме того, Трамп объявил, что сооружение стены на границе с Мексикой начнется немедленно. Чуть позже появилось разъяснение. Все подготовительные работы президент обязал завершить за 180 дней. После чего стройка века стартует. Обойдется она в 15 миллиардов долларов. В Мексике это вызвало просто взрыв неготования. Политики, парламентарии и даже президент страны выступили с обращениями. Платить отказываются. Говорю вам снова и снова, Мексика ни за какие стены платить не будет. Но 45-й президент в интервью ABC заверил, мол, действительно начнет строительство за деньги американских налогоплательщиков. Но никуда Мексика не денется, заплатит в той или иной форме. А президенту Мексики, который уже через 5 дней должен был прибыть в Вашингтон с визитом, Трамп через твиттер намекнул, может тогда и ехать не стоит. Другим указом Трамп останавливает прием мигрантов из так называемых неблагополучных стран. Государства, откуда они уже приехали, обяжут принимать своих граждан назад. Ну а города, которые откажутся выдавать нелегалов федеральным властям, Трамп попросту намерен лишить финансирования. Нововведения вызвали волну протестов, как на улицах, так и среди чиновников. Мэрия Нью-Йорка намерена даже оспаривать распоряжение Трампа в суде. А сами мигранты откровенно напуганы, что им придется теперь покинуть страну. Поэтому и вышли на акции, что в Нью-Йорке, что в Вашингтоне. Я замужем за мигрантами, мои друзья-мигранты, так что я на стороне мусульман, моих соседей и друзей. Это наш дом. Я выросла в Нью-Йорке и нет никаких оснований мне теперь уезжать. Очень жестко планы Трампа раскритиковали и политики-демократы. Здесь, в Конгрессе, они вполне официально создали группу по противодействию реформам. И в ней уже порядка 20 человек. Ну а бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт так и вовсе заявила, что в знак протеста она готова примкнуть к мусульманам. Ее сообщение в соцсети наделало много шуму, когда политик написала, что чуть ли не ислам согласна принять. И стало показателем, насколько серьезно противники Трампа намерены бороться с его реформами. И по возможности саботировать их. Но самого Трампа это, похоже, ничуть не смущает. И на подходе еще более жесткие шаги, которые остановят выдачу виз гражданам неблагополучных стран. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп заморозил денежный транш для Палестины. Перевод, а это 221 миллион долларов, был одобрен в последний день президентства Барака Обамы. Официальные лица США уже заявили палестинским властям, что такие средства не могут быть перечислены в ближайшее время. Теперь Госдеп пересмотрит принятое решение и, возможно, скорректирует его в соответствии с приоритетами администрации Трампа. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Огородные схемы, как под Харьковом люди лишились земельных участков. Особенности французской политики, в чем прокуратура подозревает жену Фиона. Движение поездов возле станции Каменка в Черкасской области возобновили. Сегодня рано утром там с рельсов сошли 7 товарных вагонов. Они стояли под загрузку зерном на подъездном пути. Неожиданно состав начал движение. Вагоны перевернулись, снесли электроопоры и перекрыли почти всю магистраль. В результате ЧП железнодорожное сообщение на этом отрезке было задержано почти на 2 часа. Ближе к вечеру работникам железной дороги удалось возобновить движение. Кадровые решения по Укрзалезнице должен принять Совет нацбезопасности и обороны. Министр инфраструктуры Владимир Амелян заявил, что сообщил президенту, цитирую, о неудовлетворительном состоянии дел в компании и о том, что речь идет не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на Укрзалезницу. Напомню, накануне на заседании Кадмина Амелян резко раскритиковал отчет Войцеха Болчина о реформах на предприятии и передал премьеру материалы со своими цифрами. А премьер выступает за создание независимого наблюдательного совета Укрзалезницы. Глава правительства уверен, что все, что происходит, это игра в песочнице. Укрзалезница не должна быть заложницей отношений, главы Мининфраструктуры и гендиректора компании, а ее работа должна стать публичной. Об этом Владимир Гройсман сказал во время рабочей поездки в Хмельницкую область. Здесь он побывал в центральной райбольнице Староконстантинова, где пообщался с медиками. Премьер выразил надежду, что закон об обязательном медстраховании будет принят. Надеемся на то, что мы сможем найти поразумение с парламентом и принять закон об обязательном медицине. Люди на ничего не будут додатково платить, а мы в бюджетном секторе, кошти, которые мы сегодня вытрачаем на медицину, будем вытрачать через систему страхования, чтобы кошти ходили за людиной. Объединенная горно-химическая компания обращается к президенту, премьеру, фонду госимущества и генпрокуратуре с призывом не допустить уничтожения предприятий по производству титанового сырья. Коллектив шокирован действиями и заявлениями НАБУ относительно менеджеров компании. По мнению сотрудников, задержание трех руководителей ГОКов, попытка детективов сорвать продажу предприятия по сценарию одесского припортового. Тогда НАБУ своими действиями обвалила стоимость завода, говорится в заявлении. Все обвинения в коррупции коллектив называет безосновательными. Все улики изучены. Суд на финишной прямой. В Павлограде Днепропетровской области сегодня состоялись премии по делу сбитого боевиками под Луганском ИЛ-76 в июне 2014. Все слышала Елена Миндалюк. По делу сбитого ИЛ-76 уже проведены десятки экспертиз. Допрошены 62 свидетеля. Из них 5 генералов. Сегодня в Павлоградском суде состоялись дебаты. Генерал-майор Виктор Назаров единственный обвиняемый в смерти 49 военнослужащих под Луганским аэропортом 14 июня 2014. Тогда он был начальником штаба антитеррористической операции. И несмотря на предупреждение спецслужб об опасности, отдал приказ лететь. На борту ИЛ-76 были бойцы 25-й бригады. Их отправили на ротацию. При заходе на посадку самолет сбили боевики. Доказы, которые были собраны на досудовом расследовании, которые были дослежены под час судовых расследований, достаточно для вызнания Назарова виноватым в учреждении инкриминованного ему злочиня. Нельзя, чтобы у нас были такие офицеры и генералы, чтобы у нас были такие командиры, которые, зная о существовании реальной угрозы, не предприняли никаких мер. С четырех часов 16.00 до 20.00 у него было достаточно времени, для того, чтобы хотя бы дать кому-то, кому-то проверить информацию. Этого не было сделано. Действия Назарова квалифицировали как халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия. Генерал вину не признает. Мол, он и вовсе давать какие-либо приказы не имел права. Я не был службовой особой. Обовязки, которые действуют перед политическим чином, были закреплены юридически. По-друге, следствам не доведено причины наследковых приезда между моими деяниями, деями или бездеяниями за версией следствия и наследками в выводе истотной школы. Прошу похвалить выправдованный высказ вверх, стосовно меня. Назарову грозит 8 лет тюрьмы. Родные погибших считают, этого мало. Если по-честному так, 49, по годах за каждого. 49 человек, 8 лет, этого мало. Если мы его убили, нам по жизни, ну, ласка, я прошу вас. Чтобы с него сняли все звания, которые он имел, награды, которые получил. А работать так и не научился до сих пор. И сидит, ухмыляется постоянно, ему весело. А мы на кладбище бегаем сутками. Кроме 8 лет тюрьмы, военная прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого почти 29 миллионов гривен материального ущерба. А семьи погибших требуют компенсации еще на 2,5 миллиона гривен. Приговор Виктору Назарову может быть озвучен уже в течение месяца. Елена Медрюк и Евгений Конденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Без огородов остались жители четырех сел в Харьковской области. Их оформили на себя неизвестные лица. Как им это удалось и что намерены делать люди, расскажет Светлана Шакера. В селе Дружба, как и в остальных, огороды в начале 2000-х людям выделил сельсовет. А совсем недавно они узнали, наделы принадлежат не им. В райадминистрации объяснили, землю отдали участникам АТО. Но на сайте публичной кадастровой карты никаких АТОшников не оказалось. Только в Дружбе, где 200 дворов, без участков остались 80 человек. На всех это 96 гектаров плодородной земли. Подобная история в соседней Кобзовке, а в Калиновке забрали наделы даже у бойцов АТО. Светлана Ильяшенко, которая числится владелицей гектаров земли, лицо подставное. В селе ее ни разу не видели и документы с ней не подписывали. В геокадастре открещиваются, никакого отношения к участкам не имеют. Не могут повлиять на земельные вопросы и районные чиновники. Во всяком случае, так нам объяснили в райадминистрации. Мы не регулируем эту деятельность, как администрация. Пороги чиновников жители Дружбы обивают с осени. Безрезультатно. Чтобы на них, наконец, обратили внимание, перекрыли Симферопольскую трассу. Мы думаем, что кто за этим стоит. Потому что не может так быть, чтобы в одном селе все все делалось. Интересно, что первыми в прокуратуру пришли новые собственники земли. Якобы селяне захватили их на дело. Но там занялись чиновниками. После того, как к правоохранителям обратились жители Дружбы. На данный час попередняя информация про то, что не все люди, которые получили эти два гектара, имели на это законное право. У нас уже допитано частково посадовцы, которые имели отношение к распределению этих земель. Пока правоохранители распутывают земельную аферу, селяне говорят, не отступят и будут добиваться возвращения своих наделов. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. В Италии завершена поисковая операция. Спасатели обнаружили тела всех 29 погибших после схода снежной лавины на гостиницу. В горном регионе Абруццо 18 января в результате серии землетрясений сошла лавина и накрыла пансионат. В течение недели спасателям удалось вытащить из-под завала в 11 человек, которым удалось выжить. Новое лицо немецкой дипломатии. Уже завтра немецкий МИД возглавит нынешний министр экономики. Чего ждать от главного дипломата самой влиятельной страны ЕС и участницы нормандской четверки, расскажет Татьяна Лугунова. Новый шеф немецкой дипломатии. Министерство иностранных дел Германии готовится к кадровой перестановке на самом высоком уровне. Ведомство возглавит нынешний министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль. Впрочем, Зигмар Габриэль еще недавно рассматривал совсем другие политические перспективы. Все были уверены, именно он попробует отобрать кресло канцлера у Ангелы Меркель. Но буквально в последнюю минуту сценарий переиграли. Социал-демократы доверили вести партию на выборы бывшему президенту Европарламента Мартину Шульцу. А Габриэлю сделали другое предложение. Я хочу поблагодарить партию за то, что она решила сделать меня преемником Франка Вальтера Штанмайера и предложила возглавить МИД. С назначением проблем не будет. Должность министра иностранных дел – это квота социал-демократов, которые входят в большую правящую коалицию. Дело за формальностями Ангела Меркель должна предложить кандидатуру Габриэля президенту, а он утвердить. Произойдет это, скорее всего, завтра, но будущий главный дипломат Германии уже рассказал о том, что считает главным испытанием для Объединенной Европы. Судьбоносными станут президентские выборы во Франции, если скептикам Объединенной Европы после Брекзита удастся добиться успеха во Франции или Нидерландах, то нам грозит распад самого большого цивилизованного проекта 20 века – ЕС. А еще будущий глава МИДа известен как сторонник сближения с Россией. Он ездил на встречу с Путиным и не раз заявлял, что санкции нужно постепенно ослаблять. Но это говорил Габриэль, министр экономики. Что скажет Габриэль, министр иностранных дел? Услышим уже скоро. Нынешний главный дипломат Германии Франк Вальтер Штайнмайер тоже не останется без работы. Более того, он идет на повышение. В начале февраля федеральное собрание выберет его президентом страны. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Громкий политический скандал во Франции. Прокуратура выясняет, как же на кандидатов президенты получила 500 тысяч евро. Журналисты узнали, что Пенелопа Фион в течение 10 лет получала зарплату в качестве помощницы своего мужа политика. При этом на работе ее никогда не видели. Больше в нашем сюжете. Кандидат в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фион в центре громкого скандала. Журналистам удалось выяснить, что его жена Пенелопа в течение 10 лет получала зарплату за счет французских налогоплательщиков. При этом числилась она помощницей своего супруга, лидера партии. Сам Фион все опровергает. Я вижу, что началась клевета. Комментировать нечего. Просто хочу сказать, что возмущен. Если она моя жена, то это значит, что она не имеет права работать. Представьте на секунду мужчину политика, который считает, как пишут в этой статье, что женщина может только варить варенье. Все феминистки просто восстанут. Эта информация получила такую широкую огласку, что Управление по борьбе с финансовыми преступлениями уже начало предварительное расследование. Дело в том, что Пенелопа Фион, будучи помощницей политика, не появлялась на работе. По крайней мере, свидетелей ее присутствия журналисты не нашли. Дальше больше. Когда в 2002 году Фион перешел работать в кабинет министров, Пенелопа стала ассистенткой преемника Фиона в парламенте. Ее зарплата составляла от 7 до 8 тысяч евро в месяц. Жена кандидата в президенты, который заявлял о необходимости уволить полмиллиона бюджетников и сократить госрасходы, получила из казны почти полмиллиона евро. Это практически мафия. У членов парламента слишком много привилегий по сравнению с простыми людьми. Во Франции это законно. Вы можете нанять, кого хотите, и это легально. Так что меняйте законы или молчите. Тем временем предвыборная гонка на пике. Фион вместе с главой ультраправой партии Национальный фронт Марин Липен главные претенденты на победу на президентских выборах. Это и есть главная причина скандала, считают соратники Фиона. Любой повод хорош для политической борьбы. Это нормально, и нападки на кандидатов вполне типичны. Сам Фион уже заявил, что хочет встретиться со следователями как можно быстрее, чтобы установить истину и защитить свою репутацию. Ведь дело очень серьезное на кону постпрезидента Франции. Светлана Чернецкая, Наталья Феоктистова. Подробности телеканал Интер. На чем решили заработать власти Германии, за что поплатился один из университетов Великобритании и как выглядят самые роскошные апартаменты на колесах. Об этом мы не только далее в нашем обзоре. Немецкие автобаны станут платными для иностранцев. Чиновники решили переложить часть издержек местного автодора на плечи туристов и дальнобойщиков. За 10 дней пользования немецкими дорогами будут взимать до 25 евро. Посчитали, что за год госказна пополнится минимум на полмиллиарда евро. Британские университеты оштрафовали на полмиллиона долларов за эксперимент с кофеином. Там изучали воздействие вещества на организм человека во время физической нагрузки. И по ошибке двоим студентам, участникам эксперимента, выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе. Беднягам пришлось оказывать медицинскую помощь. Житель китайского Жичао решил съездить к родным на праздники. Добирался до родного города на велосипеде. Дорогу спрашивал у проезжавших мимо людей. Когда позади уже было полтысячи километров, оказалось, китаец ехал в противоположную сторону. Местные полицейские решили помочь и дали мужчине деньги на железнодорожный билет. Китайская модница бросилась в пылающую машину со своей дизайнерской сумочкой. После аварии авто загорелось, но девушку это не остановило. Очевидцам пришлось оттаскивать отчаянную барышню. Удалось ли спасти дизайнерское творение, неизвестно. А вот самой моднице понадобилась помощь. В Лас-Вегасе на техновыставке показали роскошный дом на колесах. В автобусе люкс-класса все необходимое для путешествий в комфорте. Смарт-туалет, душ, посудомойка, холодильник, электрокамин и телевизор. Но создателям этого показалось мало. И на крыше автобуса они устроили террасу для отдыха с джакузи. Оборудовали даже взлетную площадку для компактного вертолета. Символ года из конструктора Лего в Гонконге появился необычный арт-объект. Двухметрового петуха собрали более чем из 200 тысяч деталей. Курировал работы профессиональный строитель. Статую возвели как раз к Новому году по восточному календарю. Авторы говорят, элементы Лего должны символизировать членов семьи, которые всегда вместе и наслаждаются этим. За развитием событий следите на нашем сайте подробности. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова